Снегопады на северо-востоке Якутии Снегопады на северо-востоке Якутии Сильнейший циклон на северо-востоке республики покрыл всю территорию арктических улусов. Местами снега навалило вплоть до самой крыши домов. Месячный норматив осадков превышен в 2-3 раза. Такой подарок природы, естественно, в кавычках, радует только детвору. А вот инфраструктура населенных пунктов едва справляется с ситуацией. На борьбу с угробами брошены все силы коммунальщиков, также мобилизуется население. Трудности, конечно, есть, но в целом ситуация под контролем, заверяют власти. Все социально значимые объекты работают в штатном режиме. В некоторых на слегах отдаленных есть трудности по наполнению системы отопления водой. Потому что из-за снега водовозки на слегах не могут ездить. Поэтому там предпринимаются меры того, чтобы наполнять водой расходные емкости. Все котельные, запущенные, соответственно, дизельные электростанции, под нагрузку их поставили. Они более часа проработали, что было заактировано. У нас встала вся техника по вывозу жидких бытовых отходов, по вывозу твердых бытовых отходов. Это тоже чревато последствиями для жизни и здоровья населения. Но если в поселках ситуация еще кое-как контролируема, с животными ситуация иная. В частности, в Абыйском районе имеется более 2000 голов крупного рогатого скота и лошадей. Последние особенно страдают из-за сложившейся ситуации. Толстый слой снега и образовавшаяся ледяная корка не дает лошадям нормально кормиться. В некоторых районах уже начался падеж копытных. По последним данным, погибло 11 животных. Но подсчет продолжается. Также снег не дает промерзнуть рекам и озерам, из-за чего тяжелая техника не может пробиться в места сенозаготовок. Так что жителям приходится подвозить корма малыми объемами при помощи снегоходов. Из-за тяжелой ситуации Минсельхоз уже начал подвозить дополнительные корма и топливо в отдаленные поселки при помощи авиации. На местах спецборта встречают с большим энтузиазмом. Но говорят, что несмотря на помощь, зимовка все равно будет тяжелой. За свою многолетнюю работу я ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Боюсь, что многие лошади и олени не переживут эту зиму. В связи с этим животноводы вынуждены будут прибегнуть к забою молодняка. С их слов придется опустить в расход не одну сотню животных. В правительстве начали разрабатывать механизм, согласно которому жители Абыльского и Среднеколымского луса, вынужденные забивать поголовье и сдавать мясо на заготовку, смогли бы получить компенсацию. На местах и в правительстве организованы оперативные штабы. На особом контроле держится обеспечение продуктами, социально значимыми товарами и лекарствами. Также решается вопрос о выделении дополнительных единиц спецтранспорта и вездеходов. Судя из того, что было сказано в сюжете, все-таки страдают животные. И мой вопрос, наверное, будет в первую очередь к Министерству сельского хозяйства. Все-таки есть какой-то мониторинг, сколько погибло, сколько людей нуждается в помощи для компенсации? Добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые гости. Да, конечно, вот прошедший месяц нам принес очень такую аномалию, в связи с тем, конечно, страдают в первую очередь всехоживодные. Вот были в свое время организованы рабочие группы правительства, оперативный штаб Министерства сельского хозяйства постоянно действует. Также были организованы, как уже сказано, в лусах и населенных пунктах оперативные штабы. Вот самое трудное, мы считаем, было в Абыйском лусе, конечно, из тех лусов, которые попали под такую аномалию, где большее количество снега, считай, в Абыйском улице. Но самое трудное было, вот это, люди не смогли вовремя выйти с поселков, не смогли доехать до участков, где находились табун лошадей. Вот последние дни только начали, вот когда погода нормализовалась, вот только начали они пробивку бранами дорог, и только дошли до табуна, можно так считать. И в свое время, вот, оперативный штаб принял тоже решение, и благодаря вертолетам, которые выделили полярные авиалинии, вовремя доставили вот четырех населенных пунктов, в первую очередь, корма и бензин. Вот, особенно нужен, вот, населенных пунктов бензин, тем, что для прокладки дорог, в первую очередь, используются там бураны, вот поэтому требуется очень много бензина. Бураны, трактора по одному не ходят, сейчас пробивается очень трудная работа, поэтому очень много горячей идет. Так, начинается, конечно, по республике сейчас только начинается забой, плановый забой лошадей, крыльц, также вот начинается забой в этих районных лосах тоже плановый забой. Но это плановый, а было вот такое, что действительно погибли? Стоит теплая погода, из-за этого тоже, мы считаем, что вне плана тоже начали. Тот контингент, который они планировали позже, где наступает с наступлением холодов, обычно забивает. Но сейчас вынуждены начинаем заранее. Забой в связи с этим и с трудностями доставки кормов, конечно, немножко забой будет превалировать, чем плановый забой. Поэтому, естественно, в сейс-хозяйстве сейчас отрабатывается механизм закупок, особенно вот в Среднеколумбском, в Обойском улице, вот мясо-канины. Сейчас определяется оператор. Также сейчас мы планируем с будущего года тоже завести для восстановления поголовей лошадей. Сейчас даны поручения, задания за речным лосом примерно на 500 голов лошадей для восстановления. А цифры есть какие-то? Ну, уже, что вот, допустим, ущерб на такую-то сумму? Ну, пока так, такого нету. Расчетов нету. Каждый день с утром и вечером мы получаем информацию. Ну, пока масштабно такого, что сегодня точных расчетов нет. Вот, а все-таки людям куда обращаться? Да, они в первую очередь обращаются в администрацию поселений, через это администрацию районов, и к нам идет это сведение. Вот у нас как раз здесь присутствует первый замглавы администрации Обойского улуса. Все-таки расскажите, каково было людям в этом снежном плену? Что они испытывают? Так, добрый вечер, уважаемые телезрители. Весь октябрь месяц жители Обойского улуса были в снежном плену. Весь октябрь бушевал сильный ветер с метелью. Так, скорость ветра доходилась до 30 метров в секунду. Были отменены все учебные заведения во всех образовательных и дошкольных учреждениях. Так, во всех наследиях были созданы оперативные, чтобы люди, вот как могли, они вот выбрали из дома. Не могли выбраться из дома, вызвали на подмогу своих соседей, родственников, чтобы их выкопали. А как они вызванивали? Есть телефон, по сотам, по сотам. То есть связь работала? Связь работала, да. Ну, конечно, были, вот как было видно в видеосюжета, были аварийные отключения объектов жизнеспечения. Так, вот при помощи, вот, автотранспорта здорового, у нас дорога Арктики были, вот, в районном центре поселка, вот, были отечественные, вот, дороги от снега постоянно. И эти последствия, вот, до сих пор идут там. Работа продолжается. Так, ну, сейчас были отменены, вот, все рейсы по маршруту Якутс-Белая гора и обратный рейс Белая гора Якутска. Здесь люди, вот, в порту, они, вот, конечно, нервничали. Ну, сейчас жизнь налаживается. Вот, рейсы возобновились. Так, продуктами, питанием и другими, вот, товарами ЛУС обеспечен. И, вот, 2 ноября была видеоконференция, вот, главой республики Егора Францина Борисовна, да. И, в данное время, вот, ситуация полностью находится под контролем главой республики и правительской республики. А вот люди делятся впечатлениями, вот, что-то для них это был какой-то вывод? Они сейчас какой-то изменят свое поведение, возможно, что-то по-другому будут планировать на следующий год? Или стресс у кого-то был, что они даже не воспринимали? Ну, сейчас люди, да, они, вот, сейчас это не помнят, вот, вот, такой случай, да, вот, даже долгожители, да, вот, давно такого случая не было, да. Вот у нас этот, вот, первый раз, ну, ближайший год случилось. Вот они будут с этого урока. А все-таки, вот, спасателям вопрос, да, обращались ли к вам за помощью, вот, из этих районов? Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, вот, как раз в эти дни, вот, октябрь месяц, у нас было пять поисково-спасательных работ, как раз вот северные арктические лусы. Ну, наиболее сложные поисково-спасательные работы были, это Булунском лусе, на Ляховске, островах. Вот мы отсюда, ну, нашли две группы, и одну группу мы нашли на острове, недалеко от, тоже. Ну, вот, надо сказать о том, что наша служба, наши спасатели, ну, будет наиболее эффективна наша помощь, да, если мы находимся недалеко от зоны происшествия, да. Вот, и в связи, в этих целях, еще в прошлом году глава нашей республики, Игорь Украинский Борисов, поднял вопрос перед министром МЧС России об открытии Нижнеянского и Нижнеколымского поисково-спасательных отрядов МЧС России. Как раз здесь сложная обстановка может быть. И как раз вот в сентябре текущего года, вот, в Нижнеянске и Чехском открыты поисково-спасательные отряды МЧС Российской Федерации. Что касательно нашей службы, то решением правительства еще в 2014 году был открыт Севернеколумбский филиал и в 2005 году Верхнебрюйский и Нюрбинский филиалы. Ну, мы продолжим буквально через несколько секунд. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Плавная пауза. Итак, мы вернулись в студию «Не пропусти главное». И вот продолжение нашей темы. Все-таки, как людям вести себя правильно, Веселик Ильич? Вот что надо с собой брать, если идет в дальний поход или же все-таки идет с табуном лошадей пасти? Как быть? Что в первую очередь по себе иметь? Ну, в общем, перед тем, как выехать, надо уточнить прогноз погоды. Вот в каждом районе есть единый дежурный диспетчерский служб. В районных центрах работает при администрации муниципальных районов. У них есть данные гидромета. Уточненный прогноз на три дня. Это уточный прогноз, только уточнив, что не будет пурги или сильного ветра, надо собираться на дальние поездки. Те же самые оленеводы, они же планируют путешествие не на три дня, а даже на месяц и на более долгий срок. Вот им-то как бы. Ну, все-таки есть связь, и спутниковая связь, и радиосвязь. Надо постоянно уточниться. И прежде чем отправляться на поездку, надо уточнить. Если наступает пурга, то действительно ни в коем случае передвижения не стоит. Если попали пургу или сильный ветер, то обязательно надо остановиться. Остановиться, потому что обычно пургу, сильные ветры, после пурги территория, та территория меняется. И человек может заблудиться запросто. Остановиться, укрыться или найти ближайшее где-то убежище или уходящий домик, избушка и так далее. Ну, в обязательном порядке надо иметь средства связи. Это желательно спутниковый телефон, теперь есть навигаторы, вот, и снаряжение, одежду и запасы продуктов питания. Ну, с учетом той ситуации, которая сложилась, сейчас все-таки зимники начнут работать чуть позже, из-за того, что высокий слой снега и лед не успел промерзнуть, или же все-таки по плану? Ну, ожидается, что все равно зимники, да, добрый вечер, я перевел, ничего страшного. Ожидается, что, да, в связи с погодными условиями зимники откроются на более поздние сроки. Ну, как мы помним, в прошлом году тоже, ноябрь, декабрь был теплый, и основной объем поток автотранспорта тоже в январе, с января начался. Ну, а вот те грузы, которые необходимо было завести, хватит ли продуктов питания, жизнеобеспечения? Ну, у нас с учетом транспортной доступности, основной объем завозится все-таки водным транспортом, это безальтернативный, да, вид транспорта для арктических районов, он у нас завозится в период навигации, как мы говорим, до входных пунктов или пунктов депонации, районных центров, а зимний период начинается развоз до населенных пунктов. То есть гарантируете, что все будет хорошо? Ну, все будет хорошо, зимники откроются, да, ожидается позднее, сейчас поставлены задачи перед основными нашими заказчиками жизнеобеспечивающих грузов, чтобы были приняты меры, сейчас проводятся торги, ну, договорные компании проводятся, объемы формируются с учетом, но и были предупреждены, чтобы внеплановые подключения не были, сверхнормативные потребления, чтобы смотрели, контролировали, усилили контроль. Вот я опять же возвращаюсь к вопросу, все ли будет хорошо, это уже с точки зрения прогноза. Вот у нас есть специалисты, которые занимаются прогнозируемой данных явлений, и вот первый же вопрос, можно ли было спрогнозировать это природное явление и предупредить людей заранее, или же все-таки это спонтанное появление буйства природы? Константин, к вам, наверное. Ну что, вот такое очень сильное выпадение осадков прогнозировать большой заблаговременностью нет возможности. Ну, поэтому, ну, вот, в принципе, сейчас можно прогнозировать более-менее уверенно порядка 7 дней, ну, и мы выпускаем трехдневный прогноз, это более, ну, что ли, более точный прогноз. А вот большей заблаговременностью, это уже погрешность очень большая. Мы получаем прогноз на месяц, это, ну, где-то оправдываемость этого прогноза в лучшем случае 60%. То есть из 10 прогнозов 6 может быть, ну, что ли, более-менее близкой к тому, что выдано. А вот такое, ну, что ли, такое выпадение снега более двух-трех норм, это никто не будет прогнозировать. Нет таких приборов точных? Или же мы пока не готовы? Или сама природа меняется как угодно? Да, это большей частью природа сама меняется. Сейчас, ну, есть же все, говорят, что есть потепление, да, действительно, есть потепление, но уже есть какие-то моменты, что у нас зависит это изменение климата не только от циркуляции атмосферы, но еще и от вращения земли и прочее. Ну, есть некоторые данные, что, дескать, вращение земли замедлилось после 70-го года. Это тоже, это самое, очень конкретно, точно говорить тоже нет возможности, но все эти изменения в пределах, ну, что ли, измеряемого аргумента. Ну, вот есть и про измерения. Вот последние данные говорят, что температура в Якутии зимней, она изменилась в сторону потепления на 3,5 градуса. Я прав, коллеги, да? Январь месяц. Средние данные по январю. Вот к чему это привело? Ну, потепление, притом, этой температуры за счет зимы, то есть зимние холода стали гораздо, ну, что ли, мягче. Но летних, что ли, температур в сторону повышения нет такого. Поэтому, ну, вот это потепление... Вроде зимой стало лучше, а летом, как было? Несколько, ну, что ли, утилитарно. Не просто вот раз настолько тепло получилось, но и весна начнется раньше, и осень позже, такого не будет. А влияние какое-то на мерзлоту идет сейчас? Ну, климат и мерзлота, они взаимосвязаны, конечно. И тут связь очень большая, связь очень большая, потому что сама вечная мерзлота – это продукт климата. Продукт климата, холодного климата. Значит, где холодный климат, вот здесь мы имеем вечную мерзлоту. То, что здесь вот изменяется климат, и как влияет вот на вечную мерзлоту, на наши ландшафты, на наши земли, где мы живем, то это... Мы ведем мониторинговые наблюдения еще, ну, даже не в предмет, там, деградаций, там, больших изменений и так далее. Мы ведем давно уже этот... Ну, практически весь мир окутан вот этой сетью мерзлотного прогноза. Температурного прогноза и глубина протаивания, как идет, и коррегенный процесс, как развивается. Этим занимается Международная ассоциация мерзлотоведов, которая объединяет все страны, где есть вот вечная мерзлота. Ну, можно ли говорить о том, что скоро мы будем ожидать не вот такого рода природные явления, что когда замело, а что у нас дома начнут рушиться? Какие-то изменения, связанные с коммунальной инфраструктурой? Нет, ну, коммунальные антропогенные воздействия там и так далее, они, конечно, это катализаторы для деградации. Они, конечно, это усиливают. А то, что мы сегодня говорим о потеплении климата и как потепление климата влияет. И сейчас практически это влияние стало уже видно во всем мире. Это не только у нас. Вот такой снег идет. Это не только у нас. Вот дожди сильно идут. Не только у нас там креогенные процессы идут. Везде это идет, где вечная мерзлота есть. Вот у нас сейчас приснеются к нашей беседе телезрители. Давайте послушаем, какой вопрос они хотят задать. Добрый вечер, мы вас слушаем. Данил Толщаков, города Якутска. Вот обсуждают глобальное потепление. Ну вот человечество же знает, что 100 лет – это очень короткий слог. Вот раньше мне, например, сейчас 65 лет. Я помню лета, вообще дождя не было, зимы такие были. Но это идет циклично. Вот некоторые же говорят, что вообще будет все растаять, все мы поплывем. Я вот, например, согласен с доктором науком Соломоновым. Потому что человечество еще не знает, вот эта цикличность, как она развивается. А то потепление, потепление, все пугает этим потеплением. Как вы на это смотрите? Да, вот как это. Ну, природа, она всегда развивалась циклично. Потому что эти циклы, они уже известны. Когда было потепление, когда похолодание, как они чередуются. И какие амплитуды изменения там между ними бывают. И по осадкам, и по температуре воздуха. И температура грунтов тоже на вечной мерзлоте. Это все известно. Но, конечно, конечно, это все мы учитываем. И, конечно, кто живет, и каждый должен учитывать. Это трехлетние циклы. Девятилетние, одиннадцатилетние циклы. Это 33-летние циклы. 50, 70, 110, 300 и так далее. Ну, например, вот сегодняшнее потепление с чем сравнивается? Вот, например, вот наши исследования, и исследования во всем мире. Вот активизация коррегенных процессов показывает, что вот это потепление очень близко, наше сегодняшнее потепление, очень близко к 5-9-тысячному лет назад потеплению, который назывался голосценовым оптимумом. Это вот тогда, вот 5 тысяч лет назад, 8 тысяч, 9 тысяч лет назад, деградировала, вот эта вещь деградировала вечная мерзлота у нас в Якутии. Образовались наши аласы. Ну вот, как раз мы дальше и продолжим этот диалог, и будем обсуждать также вопрос, вымрут ли у нас все рыбы и животные. Так что оставайтесь вместе с нами и не переключайтесь. Так, у нас есть телефонный звонок в студии. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, гости. В студии у меня вопрос. Это вас беспокоит житель города Средниколынск. Мы же в такой ситуации оказались, как и обыски улус. И вопрос мой звучит так. Скажите, пожалуйста, это, наверное, вопрос будет с Хамином Илановичем. Скажите, пожалуйста, какой прогноз падежа диких и домашних копытных животных? И что нам ждать, ну, скажем, хотя бы в первые два года? Поскольку этот год это уже тяжелый год, а никто и не обещает, что будущий год, 2017-й, окажется легким. Спасибо. С Хамин Иланович. Ну, Иван, вы хотели задать вопрос. Добрый вечер, якутяне. Ну, я начну чуть-чуть широко. Вопрос изменения климата, он очевиден. 22 апреля мировое сообщество собиралось и как раз обсуждало на высоком уровне этот вопрос. Изменяется ли климат и какие последствия, и что должно делать человечество? Вот коллега правильно сказал. Это вопрос не Якутии, не России, а всего мирового сообщества. И вопрос обсуждало 138 государств, в том числе Россия, и подписали знаменитое Парижское соглашение. Смысл этого соглашения? Человечество понимает, что изменение и потепление климата идет, и надо принимать меры, чтобы не допускать рост потепления климата свыше 2 градусов до индустриальных значений. Вот если пример Якутии, да, статистические данные 2015 года показывают, что среднее значение января превышает 3,5 градуса. Вы правильно подметили, Иван. Июль месяц 1,5 градуса. Конечно, идет потепление, и индикаторами все-таки является животный мир. Это, во-первых, видно на распространении ареала пернатых, ну и копытных животных. Есть такой вид, как дросс-ребинник. Ареал распространяется на 500-600 километров. Утка-мандаринка, она сейчас обитает в тех местах, где вообще он не обитал. И хороший индикатор – это канадский журавль. Ареал распространения этого вида уже расширяется на 300-400 километров. Трудные аномальные условия для копытных, конечно, несут риск. Это пропитание, добыча корма. Риск возрастает. Но массового падежа, конечно, мы пока не наблюдаем. Наши госинспектора Игиря дают тоже данные. Поэтому будем надеяться, что животный мир все-таки приспособится и вынесет эти трудные моменты. Но изменение климата очевидно. Все-таки люди каким-то образом как воспринимают это? Социологические исследования какие-то проводили? Да, я провожу социологические исследования с 2010 года и в Арктике в том числе. Жители Арктики в первую очередь замечают, что погоду невозможно стало предсказывать. Если раньше люди знали, что будет период заморозков, период потепления, период пурги и так далее, то все это сейчас перемешалось. И людям бывает очень неожиданно, что, например, в ноябре наступает резкое потепление. А они уже там забили оленей, скот. И это очень плохо влияет на качество, например, мяса, заготавливаемого мяса. Или, например, пурга. Пурга, например, как правило, шла три дня раньше. А сейчас может идти или один день, или вообще-то может недели продолжаться. Ну, так люди вообще, вот, респонденты мои очень рассказывают очень такие удивительные вещи. Вот даже в Тикси и в Анабарском области мне рассказывали, что полярная ночь, она изменилась, стала короче. Я не знаю, вот это правда или не правда. Ну, таким образом люди вот такие высказывают, такие замечают очень удивительные вещи, изменения в климате. Ну, люди в основном обеспокоены такими изменениями. 66% респондентов считают, что вот это потепление принесет им только вред. Такие изменения нежелательны. Вот как раз о вреде, да, Константин Акинчич? Все-таки вот было недавно сказано, что то обилие осадков, которое выпало, оно приведет к ухудшению гидрологической обстановки. Проще говоря, мы ожидаем сильную волну паводков в арктической группе районов. Так ли это? Можно ли уже сейчас прогноз какой-то сделать? Ну, конечно, там, где уже выпали осадки, конечно, нужно ожидать высокое, большое полагодие. Ну, или это высокое, или не очень, еще от других факторов зависит. Ну, вот сейчас мы видим разговор только о северо-востоке. Ну, есть еще и западная часть бассейна реки Оленька, Аннабара, а там снега нету, снегу мало. И поэтому вот если говорить о том, что какое лето будет в 2017 году, сейчас можно с какой-то уверенностью говорить о том, что будет много воды в бассейне Колымы, Алазеи, нижней части Индигирки. А вот насчет Вилюя, Оленька, Аннабара говорить, наверное, сложно, поскольку снег накапливается на 50% от зимнего октября и ноября. Ну, вот в этом, значит, в восточных районах уже накопилось, а вот в бассейне Вилюя и вот то, что говорил Оленька и Аннабара, там мало снега. И поскольку уже октябрь прошел, в октябре в тех районах снега было мало и вряд ли будет вот в западных, северо-западных районах высокое половодие. Особенно это беспокоит меня, например, бассейн реки Вилюй. И вообще-то по этой закономерности, что есть многоводные годы, есть маловодные годы, и вот в западной части нашей республики мы сейчас переживаем маловодный период. Многоводный был период 7-8 год, и после этого уже идет спад. А вот наоборот, в восточных районах бассейн Колымы, Индигирки и части бассейна Яны рост идет в сторону повышения. А вот сейчас, кстати, о погоде. Сейчас-то как в районах стабилизировалось? Я слышал, было совещание, где как раз говорили о том, что там. Да, сегодня в виде конференции было сказано, что в конце недели погода улучшится, улучшится в сторону наступления зимы, так сказать. Примерно 25 и 33 градусов днем будут похолодания. Вот это устойчивая зимняя температура, они сказали, в конце этой недели. И все ждут такой погоды сегодня. Ну, также, кроме этого, еще ждут ответов. Что же надо делать нам, представителям власти, общества, возможно, для того, чтобы быть готовым к таким природным явлениям? Вот недавно проходил симфозиум российско-японский с участием европейских ученых. И вот коллеги-климатологи, мерзлотники, биологи, эксперты, экологи обсуждали, каковы тенденции вообще изменения климата в арктической зоне России, в арктическом шельфе. Каково влияние и какие меры можно предпринять, чтобы обезопасить народное хозяйство. Ведь влияние негативных процессов все-таки наблюдается. Вот мерзлотники недавно делали очень хорошую презентацию. Это мы наблюдаем в Чуропчинском улусе, Амгинском улусе, когда идет оттайка мерзлотных почв и негативно влияет на народное хозяйство. То есть здесь нужна консолидация науки, органов власти и всего сообщества. Ну и наблюдение. Надо расширять мониторинговые площадки, наблюдать. И действительно, циклично сесть. И за год, за два года, за 10 лет невозможно уловить динамику. Надо постоянно расширять. И роль Росгидромета велика, конечно. Они имеют стационарные посты. И экологи, и биологи, и практики тоже должны делиться своими наблюдениями и вырабатывать общие цели и подходы для решения тех проблем, которые возникают. Коллеги, еще кто-то хочет добавить? Сегодня население просит, конечно, особенно по продуктам, особенно по каменному углу, чтобы запасы были не годичные, а полтора-двухгодичные, чтобы они доставлялись. Чтобы они просили, чтобы заранее запланировать побольше доставить насчет запасов по продуктам, по жизнеобеспечению. Сегодня правительством решает вопрос о постоянной дислокации вертолетов поселка Хуну, Белая гора, Среднеколымский. Население тоже просит, чтобы больше было вертолетов вылетов на местах, чтобы быстро, если погодные условия позволяют, быстро реагировать, всякие разные сигналы. Конечно, бывает, что люди далеко уходят, иногда связь пропадает. Поэтому особенно вылет и вертолетов требуется каждодневно. Ну, в целом, наша сейчас передача подходит к концу, и хочется ее завершить, скорее всего, следующими словами. Я надеюсь, что вы со мной согласитесь, что, конечно, что-то зависит и от правительств различных стран, от правительств нашей республики, России, но большинство все-таки зависит от нас самих. Если каждый из нас будет бережно относиться к нашей планете, оберегать ее, сохранять ее, многообразие, может быть, тогда мы сохраним эту природу для наших потомков и не будем сталкиваться с такими природными явлениями. Спасибо вам за то, что были вместе с нами, спасибо гостям. Это было «Не пропусти главное» на НВК Сахар. Всего вам доброго, до свидания.